Вы слушаете канал жаж.клаб Корабельных дел мастер Странное крушение – Глостера Глостер потерпел крушение в Северном море, примерно в 30 милях от побережья Норфолка, Англия, вскоре после рассвета 6 мая 1682 года. Это был военный корабль во флоте короля Англии Карла II, 1660-1685, и на момент своей гибели он был флагманом небольшого флота из десяти кораблей, направлявшихся в Шотландию за Марией Маденской, беременной женой Джеймса, герцога Йоркского, брата Чарльза и будущего Джеймса двух английского, 1685-1688. Джеймс отозван из ссылки Джеймс и его жена были фактически в изгнании в течение почти трех лет, потому что они были католиками, и яростные антикатолические настроения распространились по стране в конце 1670-х годов. Но Чарльз, зная о своем слабеющем здоровье и отсутствии законного ребенка, все больше стремился реабилитировать Джеймса как своего наследника в центре правительства. Джеймс, со своей стороны, теперь, когда ему разрешили вернуться в Лондон, стремился устроить грандиозное шоу из своего возвращения на центральную сцену. Поэтому вместо скромного путешествия на единственной королевской яхте, которая была бы для него более привычным способом передвижения, он решил путешествовать на третиразрядном военном корабле в сопровождении пяти других военных кораблей и четырех королевских яхт. Третиразрядные корабли были излюбленными для длительных плаваний, более быстрыми и маневренными, чем их более крупные собратья, и более удобными и вместительными, чем меньшие. Однако последовавшая катастрофа, которая привела к гибели более 150 человек, вызвала большой фурор в то время и с тех пор является предметом многочисленных догадок и споров. В своем последнем рейсе, Глостер, перевозил не только Джеймса, но и большую группу его самых верных друзей и сторонников, аристократов, таких как граф Роксбург, торговцев, таких как сэр Джеймс Дик, который был лордом-провозтом Эдинбурга, работорговца Уильяма Фримена, известного ученого и врача сэра Чарльза Скарбора, и такие военные, как Джон Черчилль, который позже стал герцогом Мальборо. Помимо этих знаменитостей, на борту находилось большое количество членов королевской семьи Джеймса, а также тщательно отобранные королевские музыканты для развлечения в пути и его собственные охотники для развлечения по прибытию. Помимо всех этих пассажиров, на корабле находилось около 200 моряков. Но что делает эту катастрофу уникальной, так это то, что всю драму внимательно наблюдал Ве. Продолжение читайте на сайте jash.club Продолжение следует...